добрый вечер я буду кричать рада вас всех видеть сегодня у нас сегодня два интересных спикера и с интересной темой как выяснялось поэтому даже пришлось закрыть регистрацию прошу прощения за это если кому-то придется стоять вот первый наш спикер это максимум со своей темой добрый вечер всем друзья коллеги да я постарался целью моей моего доклада сегодняшнего познакомить вас с этим замечательным джаваскриптом проявляющим AngularJS немножко ближе но я не знаю по-моему это 2 метра лишние нормально это слышно все нормально ну да давайте начинать я понимаю пара слов по себе три с половиной года я занимался разработкой дотнет-приложений в основном с использованием spnet MVC и Silverlight и к джаваскрипту было такое вы знаете несколько посредственное отношение как к какому-то неполноценному языку какому-то сателиту можно так сказать на котором можно сделать максимум что это придать небольшой активности вашему UI на вьюхах сделать пару аякс запросов и засетапить пару плагинов jQuery вот но вот однажды два года назад после окончания очередного достаточно крупного проекта на Silverlight заказчик сказал а теперь я хочу то же самое только на HTML5 я хочу чтобы у меня все то же самое работало на любых планшетах на компьютерах и все было прекрасно вот ну мы такие команды подумали опыта большого ни у кого не было в джаваскрипте так какой-то минимальный ну что мы могли ответить мы же профессионалы сделаем а вот и принялись инвестигейтить а как же это делается а что выбрать какие фреймворки и так далее подергали наших друзей знакомых фронтенщиков в общем проанализировали массу информации и в конце в итоге пришли к тому что будем использовать англор и строить на нем наше приложение вот а теперь я хотел бы немножко познакомиться с вами с публикой хотел бы немножко узнать у кого какой опыт англором кто кто вообще никогда не делал даже ничего самого простого англор джейс ага хорошо ну значит как раз для вас мой доклад будет самую точку я вас познакомлю с азами по сути дела англора и покажу как все в нем делается хорошо кто делал что-то простое но не участвовал каких-то крупных коммерческих проектов с использованием англора во отлично для вас я надеюсь вы найдете множество всяких нюансов о которых вы еще не знали вот но я так полагаю остальная часть больше половины считает себя достаточно опытными англор разработчиками да хорошо да я я думаю что для вас будет может быть больше интересен второй доклад который для более какие-то инфраструктурные архитектурные там всякие вещи будет рассказывать но мой доклад поможет вам структурировать свои знания свое понимание англора и возможно какие-то нюансы вы для себя подчеркнете а теперь еще такой вопрос дутной чеки есть в которых есть опыт спонет инвестий хорошо для вас я тоже покажу пару интересных вещей именно в спонет инвестий которые облегчат жизнь в англор разработки ну что ж поехали поговорим сегодня немного о трендах разработки программного обеспечения рассмотрим что же такое single page application ну и дальше переключимся уже непосредственно к англору из чего состоит покажу вам небольшое демо приложение просто там буквально пару страничек прощелкаю покажу что на дело далее мы разберем модули приложение презентационную логику биндинге как организовать правильно бизнес логику коробка коснемся директив и фильтров роутинга и затем я покажу пару интересных вещей в исходном коде моего демо приложения которое я написал в для этой презентации ну и в конце уже порекомендую вам кое-какие материалы интересные для дальнейшего изучения развития и использования итак поехали ну наверное ни для кого не секрет что уже последние наверное лет так 15 происходит постепенный переход от дескопных приложений к вебным это обусловлено достаточно быстрым распространением интернета и вебные приложения имеют массу достоинств относительно десктопа не зависит от платформы клиента упрощается поддержка то есть вы обдейтите сервер один раз и все клиенты получают новые версии ваших приложений вот повышенная безопасность данных кстати в своей практике однажды встречал проект десктопный проект в котором каждый клиент подключался напрямую к базе данных где-то там удаленно да там connection string был за хардкоджен в коде там вроде бы как спрятали его но на самом деле не представляла особого труда декомпилировать этот код и найти этот connection string по сути дела и вся секьюрность этой системы сводилась на них такого в вебных приложениях конечно же нет потому что сервер базы данных вместе с вашей аппликувкой на одном сервере ну и конечно же этому способствует развитие технологии html5 в том числе файл api webgl которые потихоньку потихоньку наступают уже на хвост десктопным приложением и уже я думаю в обозримом будущем не будет необходимости в принципе писать десктопные приложения возможно в редких каких-то случаях для очень специфических задач конечно же вторым трендом на мой взгляд является переход к сервисо ориентированным архитектурам если у вас проект хотя бы немножечко социальный тогда наверняка в будущем при определенном развитии появится желание дать возможность другим проектам интегрироваться с вашим для этого обязательно нужен веб-сервис либо если вы разрабатываете комплекс приложений для крупного заказчика наверняка несколько приложений должны будут работать с одними и теми же данными и это очень удобно организовать с помощью веб-сервиса мы разворачиваем один сервис и несколько потребителей его используют ну и вообще в принципе это является трендом современным универсальные источники данных более более тонкий клиент и более более тонкий сервер который просто отдает какие-то данные через веб-сервис и более толстый клиент потому что персональные компьютеры и гаджеты всякие планшеты мобильные телефоны уже настолько производительные что можно львиную долю обработки информации перекладывать уже на них а сервера что просто отдавали данные и все ну конечно же мобильная мобильная разработка очень актуальна множество всяких мобильных девайсов планшеты телефоны операционки разные ios android windows phone и так далее все они очень разные вот но мир потихоньку переходит на мобильные устройства от этого никуда не деться ими более удобно пользоваться как оказалось вот и закрывает этот список конечно же single page application он очень аккуратно вписывается во все представленные выше тренды это по сути в приложение которое обновляется на сервере в одном месте используют веб-сервисы как свои так и посторонние можно использовать то есть любые интегрироваться с чем угодно может абсолютно легко работать на мобильных устройствах причем независимо от платформы и причем можно настроить браузеры на мобильных устройствах таким образом чтобы скрыть все панели и будет такой эффект как будто вы работаете в нативном приложении вот далее что же такое single page association давайте разберемся википедия нам дает вот такое вот определение это веб-приложение которое выполняется непосредственно на стороне клиента в браузере написано на html javascript и css но знаете на мой взгляд очень какое-то мутное определение на самом деле так можно и обычное веб-приложение назвать single page приложением по этому определению достаточно тяжело понять на мой взгляд более точно и конкретно охарактеризовать SPA можно вот такой простой формулой то есть если у нас клиент-сайт роутинг и клиент-сайт рендеринг есть то в итоге мы получаем single page application то есть обязательно должен быть навигация реализована на клиент-сайде и рендеринг view тоже на клиент-сайде в таком случае мы можем смело назвать наше приложение single page далее преимущества single page приложения как я уже упоминал это поведение на этих приложения на любой платформе конечно же навигация без перезагрузки страницы с сохранением истории в браузере улучшенное взаимодействие между визуальными компонентами после того как допустим у вас там какое-то дерево ссылок есть на странице вы там какие-то айтемы открыли какие-то там закрыли какие-то свернули если вы сделаете полный постбек на сервер то чтобы сохранить это состояние вам придется делать дополнительные телодвижения либо фуки там сохранять что-то либо там еще что-то чтобы после респонза возвратить в исходное состояние ваши контролы single page applications лишены такого недостатка потому что они инстанцируются один раз и как по сути как десктоп-приложение не перезапускается постоянно при переходе между страницами конечно же при реализации single page applications уменьшается нагружка нагрузка на сервер больше на клиент это в тренде производительность современных устройств растет почему бы на них и не переложить нашу нагрузку в процессе работы обращаются к серверу только за данными то есть по сути ваше приложение грузится один раз и в процессе работы мы гоняем очень мало трафика исключительно полезную информацию мы не гоняем один и тот же html из раза в раз при апдейте страницы сервера на клиент ну и конечно же возможность работы офлайн html5 позволяет чтобы приложения работали без доступа к интернету есть local storage можно сохранять данные какие угодно туда и когда только появляется интернет синхронизировать например отличный подход но к сожалению single page applications не лишены и недостатков во-первых сравнительно долгая инициализация приложения на старте когда вы загружаете страницу происходит инициализация там всяких роутингов там разных модулей там в зависимости от того на каких платформах вы пишете происходят какие-то внутренние работы и это может быть достаточно заметно то есть там секунды-две возможно задержка какая-то ну в это время можно поставить какой-нибудь красивый splash screen показать мы загружаемся и все в принципе нормально нет возможности скрыть логику конечно же как в джаваскрипте скрыть логику минификация это конечно хорошо но она логику не скрывает поэтому если у вас какие-то патентованные супер алгоритмы имеются то их придется выносить на веб-сервис какой-то и имплементить эту логику на веб-сервисе и использовать уже из вашего приложения на мой взгляд тоже таким небольшим недостатком является отсутствие ошибок компиляции потому что джаваскрипт интерпретируется он не компилируется мне как дотнетчику скажем так это вызвало некоторые неудобства вот потому что когда пишешь на дотнете там компилятор всегда тебе подскажет что где ты там сделал нет неправильно вот обязательно нужен более детальный ход-ревью и более строгий конвенции кодирования по отношению к строго типизированным языкам как говорится если в дотнете одно и то же можно сделать тысячи способов то в джаваскрипте наверное миллионам способов можно сделать одно и то же и если команда достаточно большая каждый начинает делать что-то по-своему то это ни к чему хорошему в дальнейшем не приведет поэтому желательно заниматься вещами также придется профилировать приложения периодически с целью выявления утечек памяти ну в принципе как и любое десктопное приложение все нуждаются в подобных вещах ну и конечно же одним из недостатков является затруднительность очень же на оптимизейшн потому что по сути вы загружаете рендеринг в юг у вас происходит уже после загрузки страницы вот и там есть некоторые нюансы как роботы парсят эти single patch applications сколько они там времени дают джаваскрипту для рендеринга там есть масса нюансов но в принципе это возможно то есть в принципе это работает но немножко придется поморочить и так что же такое мурджей по сути это джаваскрипт фреймберк предназначенный для упрощения single patch applications на основе шаблона MVC модуль в контроле сейчас актуальная версия 1.3.15 насколько я помню AngularJS когда я писал эту презентацию была актуальная 1.3.10 насколько я помню они очень часто обновляются очень часто контрибутят туда новые всякие вещи и я привел тут в табличке несколько файлов это примерно половина состава AngularJS на мой взгляд самые интересные модули Angular это первый модуль ng это само ядро то есть непосредственно сам AngularJS без которого ничего работать естественно не будет он обеспечивает базовый функционал ну и также мне наиболее интересными показались ng-animate обеспечивает поддержку анимаций ng-cookie работа с куками ng-resource для работы с Redful сервисами там уже готовые удобные обверточки есть для этого ng-route для роутинга вашего приложения ng-touch для компонентов для работы с компонентами для работы с сенсорными экранами вот на самом деле там еще где-то столько же есть модулей связанных с юнитестированием там и с другими всякими вещами сегодня мы в основном конечно же будем говорить о первом модуле о ядре то есть сколько мы будем смотреть базовые вещи ну и немножечко коснемся роутинга ng-route итак я сейчас попытаюсь вам показать простое приложение что это Сейчас, один момент. Да, я написал вот такое вот очень маленькое приложение, которое я сейчас хочу вам продемонстрировать. То есть, оно обновится, сервер поднимется. Оно состоит буквально из нескольких страничек. Вот, родится, сервер запутился. Это хомпейдж, без которого, наверное, ни одно приложение не существует. Затем справа отображается статический список неких продуктов. А слева в этой части у нас будут рендериться вьюхи. Буквально несколько вьюх. Вьюха просмотра продукта. Вьюха редактирования продукта конкретного. Можно даже просто что-то зарядачить, попробовать. И вьюха создания новых продуктов. Можно тут несколько штучек с валидацией, со всеми прочими вещами. в список категории подгружают. Вот. Вот такое. Очень простое приложение. В конце мы коснемся более детально исходного кода этого приложения. Итак, начнем рассматривать сам AngularJS. Начнем с модулей. Что же такое модули вашего приложения? По сути, модуль – это контейнер для различных компонентов, различных частей вашего приложения. Он может содержать контроллеры, сервисы, фильтры и директивы. По сути, в старте приложения модули конфигурируют инжектор вашего приложения. По сути, это EOP-контейнер, из которого будут потом образовываться все зависимости, куда вам надо. Модули создаются вот таким вот простым синтексисом. Angular-модуль. Далее идет имя модуля. И в виде массива передается список зависимостей модуля. То есть это другие модули, от которых зависит ваш текущий модуль. Обращение к модулю делается очень похожим синтексисом, только без второго параметра – просто имя модуля. Здесь есть один небольшой нюанс. Очень важно, чтобы модуль был задекларирован до того, как вы к нему будете обращаться. То есть если у вас декларация модуля и обращение к модулю идут в разных JavaScript файлов, то обязательно раньше должна быть подключена декларация, а уже затем файлы с обращением. Поехали дальше. Модули. Продолжаем смотреть модули. Каждый модуль можно сконфигурировать. У него для этого есть метод config, который вот таким вот образом, в виде Angular-аннотации, можно заинжектить провайдеры для их последующей конфигурации. Подробнее о dependency injection мы поговорим буквально чуть позже, когда будем говорить о контроллерах. Пока что просто это вот так вот делается. Я думаю, я буду приводить примеры модулей многократно, мы еще к ним вернемся. Также можно определить некоторую функцию, которая будет выполняться при запуске вашего модуля. То есть на момент конфигурации еще никакие сервисы и ничего не инстанциировано. То есть это происходит конфигурация сервисов. А уже после конфигурации происходит запуск ваших модулей, когда уже инжектор сконфигурирован, все готово к dependency injection для использования. И затем можно еще выполнить код перед стартом, перед редиректом на какую-то первую вьюку вашу. У вас будет в приложении обязательно какой-то один главный модуль корневой, который вы будете указывать в директиве ngatop. Обычно она вешается на dev.html. Это будет означать, что вся ваша вьюха, весь ваш html будет под контролем этого приложения по имени вашего модуля. Но на самом деле можно стартануть Angular приложения и без директивы ngatop. У Angular есть метод bootstrap, в который можно передать список модулей и элемент домовский, с которого стартовать ваше приложение. Обычно это используется, если вы скрипты грузите асинхронно, например. Либо, если вам нужно по какой-то причине более одного Angular приложения запустить, вы можете два приложения в разных каких-то блоках запустить. Но на моей практике это редко применяется, в основном ngatop и вперед. То есть все модули, которые вы планируете использовать в вашем приложении, должны быть так или иначе подключены в главный рутовый модуль, который будет находиться в ngatop директиве. То есть не обязательно все модули явно напрямую подключать в ваш рутовый модуль. Можно посредством, то есть вот такие цепочки составлять, то есть модуль подключать в модуль, а затем этот модуль уже в рутовый модуль. И он собирает по всем вот этим цепочкам все модули, которые нужны для вашего приложения, и затем конфигурирует инжектор и стартует. Это то, что касается модулей. На самом деле после старта вашего приложения, после того, как отработал метод run, информация о модулях уже теряет всяческий смысл. То есть в процессе работы приложения оно собирается на старте и дальше работает как единое целое. Уже информация о модульности не нужна. В основном она нужна для деплоймента, для организации кода, для переноса частей функционала из одного проекта в другой, для реюзания какого-то функционала, для таких организационных вещей. В процессе работы уже информация о модулях не нужна. Итак, давайте рассмотрим такой упрощенный вариант функциональной схемы Angular приложения. На самом деле основной движок, наверное, вот Angular приложения, это является связка контроллер, scope и view. То есть по сути контроллеры содержат презентационную логику. Вы вешаете контроллер на какой-то участок вашего HTML, на какой-то элемент, и этот элемент, включая все свои HLD, будет находиться под контролем scope этого контроллера вашего. То есть задача контроллера на сетапить модель view, по сути дела можно так назвать, scope. И дальше сама view будет уже работать непосредственно со scope. Брать из нее данные для отображения, биндиться с помощью биндингов, и отдавать какой-то фидбэк обратно. То есть, если пользователь делает какие-то экшены, через scope контроллер может на них отреагировать. Бизнес логика обычно размещается в сервисах, которые могут быть заинжекчены практически куда угодно. Ну, в основном это, конечно, контроллеры, основные потребители сервиса. А UI логика реализуется с помощью директив, которые вы будете использовать на темплейтах своих view. На самом деле, те HTML-темплейты, которые вы пишете в своем англо-приложении, это еще не view. Это всего лишь темплейт view. Сама view будет отрендерена уже непосредственно во время работы приложения. Она будет скомпилирована, все директивы будут преобразованы в нечто работающее. И будет связана с соответствующим scope, и тогда ее можно будет называть уже полноценной view. Итак, давайте начнем с контроллеров. Подробнее рассмотрим контроллеры. Как я уже упоминал, содержит презентационную логику. Определяются в любом модуле. Вы можете посредством метода контроллер определить контроллер. Далее следует его имя. И вторым параметром сама функция контроллера. В данном случае с аннотациями для dependency injection. Мы буквально это рассмотрим на следующем слайде. Задача контроллера, как вы видите, насетапить scope. То есть какие-то данные, которые необходимо отобразить на view. Поместить scope. Поместить какие-то функции для реакции на действия пользователя. И далее на view вы уже помещаете, вешаете на какой-то элемент контроллер. И все, что находится внутри этого элемента, становится под управлением scope вашего контроллера. На самом деле можно размещать биндинги не только внутри областей под контрольным каким-то контроллером. Все внутренние элементы вашего приложения, то есть все внутренние элементы того элемента, на котором висит ng-app, ваш самый главный атрибут. Обычно это весь html. Все они находятся под управлением так называемого root scope. То есть это самый главный scope, который доступен из всех UI элементов вашего приложения. Контроллер же, scope контроллера, наследуется от этого root scope и добавляет в него дополнительный функционал, который необходим для конкретной части вашего приложения. Если у вас внутри контроллера вы объявите еще один контроллер и повесите, то его scope будет уже наследоваться от scope первого контроллера. Таким образом получается иерархия наследования scope. То есть все челды scope будут содержать всю информацию от своих предков и плюс расширять ее какими-то новыми дополнениями. Далее чуть подробнее о dependency injection. В Angular существует три способа, как организовать dependency injection. Первый, наверное, самый простой способ, и он достаточно часто во многих примерах в интернете используется, это без всяческих аннотаций. То есть просто вот на примере контроллера вы задаете имя контроллера и дальше просто функцию с какими-то входными параметрами. Как же Angular определяет, что же именно нужно заинжектить в вашу функцию? Он берет ваши функции, делает toString, regexp находит ваши переменные, которые нужно заинжектить, пытается найти в инжекторе соответствующими именами сервиса и инжектит их туда. Ну, вроде кажется, все нормально, все должно быть работать. Но на самом деле работать оно будет ровно до того момента, когда вы захотите минифицировать ваш код. Минификатор все имена переменных такого рода преобразует в какие-нибудь буковки, по одной буковке там простая, и Angular уже не сможет найти соответствующие сервисы в инжекторе. Но на самом деле этот способ инжекции имеет место быть благодаря, возможно, некоторым утилитам дополнительным. Вот в частности существует такая утилита, называется ng-annotate. Ее можно интегрировать в ваш билд-сервер, и во время билда на сервере с помощью этой утилиты обработать все ваши JavaScript-файлы, и она автоматически подобавляет аннотации, то есть имена сервисов, которые вам нужно заинжектить. И тогда уже не будет иметь значения какие там названия переменных. Тогда, по сути дела, я больше предпочитаю использовать второй подход dependency injection. Когда вы вместо функции передаете массив, первыми элементами которого будут названия ваших сервисов, которые вы инжектите, а затем функция, в которой принимает столько же параметров. И уже не имеет значения какие имена у этих параметров. Если у вас там сервис с очень длинным именем, там MySuperProductService какой-нибудь, вы можете спокойно его сократить, чтобы ваш код был лаконичнее и спокойно в себе жить. Но на самом деле, если вы больше предпочитаете такой объектно-ориентированный, что ли, подход к программированию контроллеров, то имеется возможность определить аннотации в функции конструктора вашего контроллера. Вот как приведено на третьем примере. То есть вы можете контроллер объявить как функцию конструктора, у нее определить property inject и передать аннотации, то есть что она принимает. А дальше уже в модуль в виде контроллера поместить свою функцию конструктора. Дабы не мусорить в глобальном скопе вашего приложения от JavaScript, я бы порекомендовал, если вы будете применять такой подход, замыкать его в анонимную функцию, чтобы мой контроллер не валялся в общем глобальном скопе рутового объекта JavaScript. Далее я буду применять второй способ во всем приложении, ну и как, собственно говоря, уже показывал на примере Morrowly. Далее, также одной из инфраструктурных вещей Angular'а являются биндинги. То есть каким образом мы можем забиндиться на scope. Допустим, у нас в контроллере есть вот такой код. В scope мы вложим одну переменную вот такого вида и функцию, которая возвращается просто в стратегическую функцию. Биндиться можно на самом деле разными способами, в зависимости от того, какую цель вы преследуете. Самый первый вариант, который очень часто везде в примерах фигурирует, просто двойные фигурные скобочки внутри элемента и название путь к объекту, скажем так, к которому вы хотите биндиться, относительно scope, под которым управляется данная часть view. Вот. Абсолютно аналогичным методом биндинга является биндинг с помощью директивы ng-bin. По сути, абсолютно идентичный с функциональной точки зрения. Но здесь есть одна разница. В момент старта Angular приложения, как я уже упоминал, оно может секунду-вторую инициализироваться, если оно особенно крупное. И в это время пользователь будет видеть на экране вот такие вот ваши фигурные скобочки с каким-то непонятным текстом внутри. Конечно, это не очень прикольно, наверное, пользователю показывать такие вещи. Поэтому я предпочитаю не биндиться с помощью фигурных скобок в контент элементов. Если в атрибуты, пожалуйста, атрибуты все равно не видно. Какая разница? А вот в контент элементов я предпочитаю биндить с помощью ng-bin. Вот. Если мы прибиндим наш сам value сюда, в результате мы получим на бьюхе вот такой вот выведется нам HTML, по сути дела. То есть он будет вставлен как строка. Но если же вы все-таки хотите прибиндить его как HTML, тогда в этом вам поможет директива ng-bind-html. То есть она будет вставлять ваш текст именно как HTML, а не как текст. Далее. Также имеется возможность биндиться к функциям. Вот. Абсолютно никакой разницы. То есть так же самое, как с парапортями. С парапортями вызываем как бы функцию и происходит биндинг. И есть возможность указывать при биндинге фильтры, которыми нужно обработать ваши данные перед тем, как пользователь их увидит. Вот в данном случае в третьем блоке кода я применил фильтр currency с значком евро. И в итоге получился вот такой вот результат, как указано в комментарии. То есть тысячи отделены запятыми, поставлены знак евро. Все нормально. То есть приобретут в currency. А вот если мы поставим фильтр date, например, то результат будет следующий, как представлено в следующем комментарии. То есть он возьмет это число, как за количество тиков с первой даты, по-моему, 1 января 1970 года, и рассчитает вам дату, которая закодирована этим числом. Вот. Ну естественно, если мы без фильтров прибиндимся, мы увидим ровно то, что вернет наша функция. Вот. Двухсторонний биндинг. Реализуется при помощи директивы ng-model. Применяются любыми директивами, которые подразумевают пользовательский бод. Например, инпуты, селекты, текст ари. Также эта директива ng-model предоставляет возможность валидации, и она хранит в себе состояние вашего биндинга, по сути дела, вашей модели. Валидная, невалидная, там, идете при стиль, там, и так далее. Вот. Допустим, у вас в скопе есть какая-то переменная, прибиндиться очень легко. Вот. Input, ng-model ему указываем относительно скопа. И вот, допустим, в параграф, мы можем односторонним биндингом вывести сразу же результат. И когда мы будем печатать текст в этот input, мы моментально будем видеть, что мы напечатали в следующем параграфе. Все очень просто. Вот. Но на самом деле существует более тонкая настройка этих двухсторонних биндингов. Она производится с помощью директивы ng-model-options. Эта директива позволяет задать объект, с помощью которого можно более тонко сконфигурировать ваш двухсторонний биндинг. То есть можно задать, по какому событию привязывать. Ну вот, например, input-ы можно привязать по blur, например, по потере фокуса. Зачем нам перерендеривать его каждый раз? Ну, например, если по вашим бизнес-требованиям это не надо. Прошу прощения, а можно чуть-чуть громче? Там ничего не слышно. И не отворачиваться к экрану, когда раз долбомет. Извините. Так же можно задать задержку привязки по каждому событию. Причем можно по каждому событию отдельно задать задержку привязки. Допускать ли невалидные значения при биндинге в сколп обратно? Является ли то, что вы биндите функцией getter-on-setter-on? То есть по дефолту ng-model предполагает, что вы биндитесь на field какой-то, на property. Но вы также можете биндиться на функцию в следующем формате. То есть если вы вызываете эту функцию без параметра, то она должна вернуть значение. Если с параметром, то она должна засетить это значение. Пункция getter-setter. Ну и также можно указать для дат локаль. Помимо биндинга, который работает уже с вьюками непосредственно, в Angular есть возможность следить за вашей моделью в коде. Именно напрямую уже из контроллера, например. Для этого существуют вотчеры. Существуют три вида вотчеров. Вотчер по ссылке. Это самый облегченный такой вотчер. Он достаточно быстро работает, но он будет реагировать только на изменения самого объекта целиком. На его ссылке, либо если это число, то на изменение числа. Если это будет какой-то объект и изменится его property, то ничего не произойдет. Также можно вотчить коллекции. Он более напряжный по производительности, потому что он уже просматривает элементы ваших массивов. А также существуют более глубокие, самые нагруженные вотчер по значению. Когда происходит глубокое сравнение объектов со всеми пропортиями, со всем-всем-всем, что есть. По производительности он наименее производительный, но наиболее функциональный. И, допустим, у нас... Покажу вам на примере, как эти вотчинги работают. Допустим, вот это код контроллера. Мы вложим в scope коллекцию юзеров, массив какой-то, и объявляем просто переменную дополнительность другой коллекции юзеров. Подписываемся на вотчинки. Следующие три строчки показывают, как подписаться по ссылке, по коллекции и по значению. Вот. И далее пытаемся изменять в scope это значение users, и смотрим, какие вотчери сработают. Если мы заменим полностью весь массив, сработают все три вотчера. То есть все понятно, объект полностью изменился, изменилась его ссылка. Если мы добавим в этот массив новый элемент, допустим, тогда среагируют только вотчинг коллекции и вотчинг по значению. Потому что ссылка на массив-то не изменилась, она осталась прежней. Поэтому по референсу вотчинг не сработал. Но если мы в каком-то элементе поменяем property, то сработает только третий вотчер, который производит глубокое сравнение объектов. Вот. И теперь пару слов о магии. Благодаря которой это все декларативные биндинги, все эти прекрасные вещи удобные в разработке, как они работают. Они все работают благодаря такой штуке, как Digest Цикл. Что он делает? Он обновляет биндинги для изменившейся модели, обрабатывает все бочеры, которые подключены, и стартуют, собственно говоря, свою работу по таким методам, как Scope Digest либо Scope Apply. Scope Digest просто запускает Digest Цикл, а Scope Apply позволяет задать expression либо функцию, которую необходимо выполнить в контексте дайджеста, во время обновления биндингов. Вот. Как это все работает? Когда вы создаете любой биндинг на ViewHui, либо создаете Watcher, в так называемый Watch List записывается новая запись. Она содержит в себе как минимум копию вашего объекта, с которым будут новые значения сравниваться, и содержит expression, с помощью которого можно заэвалюйтить значения этого объекта. Вот. Таким образом, абсолютно понятно, что если мы ввочим модель по референсу, тогда мы в Watch List донесем только ссылку на этот объект. Она мало памяти занимает. Как бы все круто. Если мы ввочим коллекцию, то нам придется скопировать уже целый массив со всеми ссылками, которые в нем есть. И если же мы ввочим по значению, тогда в Watch List донесется полная копия вашего объекта. Конечно, если вы часто будете это делать, с памятью будут проблемы. Лучше делать это только тогда, когда это действительно необходимо. И вот, когда срабатывает какой-либо дайджест или apply, происходит проход в цикле по всему Watch List. Для каждой записи эвалюйтится expression, с помощью которого можно получить новое значение, и сравнивается с предыдущим, со старым значением. Если новое значение равно старому значению, то ничего не происходит. Все нормально. Переходим к следующему этому. Если все же они не равны, тогда этот Watch List item помечается как duty. и это вызовет, если это был биндинг, то он помечается так же как duty, и впоследствии он будет обновлять ваш UI дом. Если же это был обычный watcher, то выполнится сразу же ваша функция, хендер вашего watcher, которая подвешена на watcher. После того, как мы прошли по всему списку в нашем Watch List, мы делаем маленькую такую проверочку. Был ли хоть один duty? Если был хоть один duty, мы возвращаемся обратно и проходим по этому Watch List снова, дабы убедиться в том, что все записи, находящиеся в Watch List, все наши биндинги и watchеры уже имеют актуальное состояние. И только после того, как мы прошлись и все сравнили со старыми значениями новые значения и получили абсолютное равенство, мы апдейтим дом. То есть по сути апдейтим ваш UI. Что это означает? Как только изменяется ваша модель какая-то, то у вас как минимум дважды будет происходить обработка вашего watch листа. Будут ретравиться все абсолютно значения, которые записаны в этом Watch List, все абсолютно будут сравниваться с предыдущим значением. И если не дай бог йоте, хоть одно было, будем повторять все снова. Да, вот этот вот даджес цикл является таким камнем преткновения, скажем так, AngularJS, который с одной стороны обеспечивает всю красивую декларативность, всю работоспособность, быстроту разработки, там и масса-масса других плюсов, но очень сильно влияет на перформанс. Из-за этого некоторые, скажем так, разработчики немножко недолюбливают AngularJS. Но на самом деле не все так печально. Если немножко подумать, то этот процесс обработки даджеста можно существенно оптимизировать. Конечно, оптимизация это достаточно обширная тема, но я могу привести буквально пару примеров, с помощью которых можно легко, достаточно существенно оптимизировать ваш даджест цикл. Во-первых, если вы биндитесь на функции, либо вотчите функции, они должны отрабатывать быстро, очень быстро. Они ни в коем случае не должны содержать какой-то сложной логики, каких-то циклов, обхода больших коллекций и так далее. То есть ничего такого, чтобы могло сильно повредить перформанс. Потому что вы должны помнить, при каждом срабатывании даджеста дважды эта функция будет пересчитываться. Обязательно. Также эти функции, к которым вы биндитесь, либо вотчите, они не должны иметь так называемых побочных эффектов. То есть они не должны изменять модель вашу. Иначе в таком случае вы рискуете попасть в бесконечный даджест цикл. То есть мы прошли один раз, заретравили все ваши экспрешены, которые вы вотчите. Если он изменил какую-то модель, тогда при следующем проходе стабилизации эта модель станет дёте, если она присутствует в watch-листе. И таким образом вы попадаете в бесконечный цикл и даджест, по сути, ваш загибается. Angular позволяет всего лишь 10 раз пройти даджест цикл подряд. Если же будет больше 10, ваше приложение выпадет исключением. Поэтому те экспрешены, которые вы в watch-листе, не должны изменять модель. Далее. Как же можно ещё упростить? Уменьшить количество элементов в watch-листе. Как это можно сделать? С Angular 1.3, если я не ошибаюсь, появилась возможность одноразовых биндингов. То есть вы можете прибиндить какое-то значение к вашему UI, но оно будет помещено в ваш watch-лист ровно до первого даджеста. Когда первый даджест отработает, этот айтем из watch-листа будет удалён. Как забиндить одноразово? Всё очень просто. Перед экспрешеном нужно указать два двоеточия на UI. И всё, и ваш биндинг будет одноразовый. Достаточно часто приходится применять одноразовые биндинги. Наверное, процентов 30-40 всего, чего вы биндите, на самом деле не будет изменяться в процессе жизни этой бьюхи либо этого участка UI, который будет представлен. Например, вы открываете страницу редактирования продукта и в тайтле пишите где-то название этого продукта. Статически вы задать не можете, потому что заранее вы не знаете, какое имя у этого продукта. Это только динамически. Но изменяться это имя тоже быстрее всего не будет. Поэтому отличный яркий пример, когда можно применить одноразовый биндинг. Таких достаточно часто встречаются, и нужно внимательно за этим следить. Вы существенно сократите свой watch-лист. Ну что ж, по сути мы рассмотрели самый основной, скажем так, инфраструктурный функционал AngularJS и будем потихоньку переходить к бизнес-логике. Как же правильно организовывать бизнес-логику ваших приложений? Для этого существуют сервисы. Они призваны для того, чтобы реализовывать бизнес-логику вашего приложения, инжектируются куда угодно. В основном в контроллеры и другие сервисы. В сервисе могут использовать сервисы. Являются симуляционами. То есть единственный экземпляр в течение жизненного цикла вашего приложения. Инстанциируются по первому запросу. И вот я привел, собственно говоря, список пяти видов сервисов, которые присутствуют в AngularJS. Ну, строго говоря, константы и value редко когда называют сервисами. Но, тем не менее, они являются сервисами. Но обычно, когда говорят слово service, то подразумевают что-то из следующих трех. Либо factory, либо service, либо provider. И тут маленькая коллизия возникает. То есть есть понятие service в глобальном понимании. То есть это что-то, что реализует бизнес-логику. А есть именно конкретный сервис. Поэтому иногда такая игра слов встречается. Нужно понимать, в каком контексте употребляется вообще слово service. Давайте подробнее, чуть-чуть детальнее остановимся на каждом виде сервиса. То есть с константами все понятно. Как и в любых языках программирования, они не изменяются. Могут настраиваться в конфиг. В конфиге определяются в модуле с помощью метода констант. Вот. И инжектятся куда угодно. Да, и можно настраивать конфиге вот следующим образом. Как внизу показано на примере. То есть ничего сложного. Value, по сути дела, очень похож на константу. То есть он тоже не будет содержать никакой логики. Но его значение может изменяться. То есть если вы заинжектили value в два разных сервиса других, то если один из них изменит его, то второй получит соответствующий ответ. Вот. Далее. Фактори и сервисы. На самом деле это по функционалу они абсолютно идентичны. Единственная разница в них в том, что фактори подходят больше для функционального стиля программирования, скажем так, а сервисы для объектно ориентированного стиля программирования. То есть когда вы определяете фактори, Angular ожидает, что вы определите функцию, которая вернет какой-то объект. Вот. И этот объект и будет, собственно, вашей фактори. А сервис ожидает того, что вы передадите функцию конструктор. И она будет инстанциироваться при помощи оператора new уже в JavaScript в последствии. Здесь я привел абсолютно идентичный по функциональности фон, который реализован с помощью фактори и с помощью сервиса. Вот. Ну и, наверное, последний, наиболее такой мощный сервис в AngularJS это Provider. Он отличается от фактори и сервисов тем, что может быть настроен в конфиге вашего приложения. Я думаю, вы уже сталкивались, да? Там Rode Provider, HTTP Provider и так далее. Все эти штуки можно инжектировать в конфиг, настраивать, а дальше уже использовать в сервисе просто Rode без слова Provider, там просто HTTP в процессе работы. Но на самом деле это одно и то же. Просто провайдер конфигурирует этот сервис, а сам сервис уже непосредственно будет инжектироваться в ваши другие контроллеры и выполнять какую-то логику. Здесь я представил абсолютно идентичный ход с предыдущего слайда, но который позволяет конфигурировать перед стартом в конфиге с помощью метода ConfigurePrivate, можно сконфигурировать изначальное значение приватной перемены. Поэтому в этом есть смысл, если вам нужно немного изменить функциональность уже написанных каких-то сторонних компонентов, в которых вы не имеете исходного кода, но вы хотели бы там чуть-чуть чего-то там изменить, поведение, либо расширить, добавить какие-то свои еще члены в эти объекты. Можно декорировать ValueServiceFactoryProvider и декорируются они в конфиге с помощью сервиса Provider. Вот он представлен в исходном коде. То есть у Provider вызывается декоратор, передается имя сервиса, который необходимо задекорировать, инжектится Delegate. По сути, это блюдинстанс того сервиса при создании. Дальше вы можете добавить в него что угодно и возродить этот Delegate. И уже этот новый объект с добавлениями какими-то изменениями будет использоваться в вашем приложении. Дальше. И здесь я хочу представить вам буквально самые, на мой взгляд, интересные сервисы, которые входят в базовую комплектацию AngularJS. Это CacheFactory, работа с MemoryCache, Compile позволяет компилировать ваши темплейты, компилирует директивы, инстанциирует их там и так далее, связывается с хопом. Сервисы Document и Windows – это, по сути, обертки над соответствующими объектами браузера. Они нужны для того, чтобы у вас не было прямых вызовов каких-то глобальных объектов, и вы всегда при юнитетировании могли замокать, например, их какими-то моками и проверить, что ваша логика отрабатывается правильно. Сервис HTTP для коммуникации с веб-сервисами посредством iAX и JSONP. Также инжектор – это, собственно, самый оп-контейнер, его тоже можно заинжектить. И у него можно спросить, а есть ли у тебя такой-то сервис? Если есть, отдай мне его, например, напрямую. Также сервисы интервал и тайм-аут обработки, обертки над setInterval и setTimeout. Сервис Location – для работы со строкой адресной браузера. и сервис Q для работы с асинхронными операциями, который существенно упрощает жизнь при разработке асинхронного кода. Хотелось бы чуть-чуть детальнее остановиться на сервисе… Макс, прошу прощения, у нас, правда, второй еще докладчик. Можно немножечко сократить доклад? Да, хорошо, сейчас мы побыстренько, может, закончим. Давайте тогда, наверное, сгибнем. Много интересных вещей, но, наверное, придется пропустить. Директивы. Буквально пару слов. На самом деле, директивы – это очень мощный инструмент для разработки в AngularJS, которые позволяют делать всякие UI-компоненты. По сути, они реализуют UI-логику у вас. Наверное, нужна такая же по размеру презентация, чтобы описать все возможности, все тонкости, нюансы директив. Вот, поэтому я приведу самый основной use case, буквально, который в 70-80% случаев вас удовлетворит абсолютно полностью. То есть, объявляется директива с каким-то именем. В нее можно инжектировать тоже любые сервисы, какие нужны. Если вы какую-то очень специфичную директиву с какое-то специфичное под ваше приложение бизнес-логикой делаете, тогда можно заинжектить какие-нибудь ваши сервисы с вашей бизнес-логикой. Функция директивы должна вернуть объект, описывающий эту директиву. Основные свойства – это restrict. Как эта директива должна быть применена? Как атрибут, как элемент, либо как комментарий, либо как класс. Темплейт вашей директивы можно не указывать. Если это просто атрибутик, который небольшую функциональность добавляет, он может не содержать темплейта. Но если вы укажете template.url, либо template.yaba зададите, то внутрь вашего элемента, на который стоит директива, будет помещен этот темплейт. Отрендеринг и помещен. Также scope. Каждая директива имеет scope. Если его не задать, либо задать значением false, то директива будет работать в scope того контроллера, внутри которого она используется. Это крайне нежелательно делать, поскольку у директивы будет полный доступ к вашему scope, вашего контроллера. Она может что-то сделать там плохое и повлиять на работоспособность приложения. Другой, чуть более лучший способ, это задать значение scope true. Это означает, что ваша директива унаследует, scope ее унаследуется от того scope, в котором она работает. То есть повлиять она на него уже не сможет, но использовать в своей работе сможет. Это уже немножко лучше. Но best практика – это изолировать scope. Вот в этом примере мы явно определили scope, и с помощью таких вот штучек, как собачка равно и амперсант на самом деле есть, мы можем пробрасывать некоторые значения из того scope, в котором директива работает, вот в ее собственный scope. Я уже не буду, наверное, детально останавливаться, как это происходит. И функция 1, собственно, в которой будет размещаться бизнес-логика вашей директивы. У нее будет scope, будет элемент, на который повешена директива, будут атрибуты с этого элемента. И вы, по сути, можете взять в руки jQuery и с этим элементом делать все что угодно. Подписываться на события и так далее, обработать. Но чтобы ваше приложение отреагировало на события домовские, которые вы будете тут использовать, нужно использовать scope apply и scope digest, дабы заработал digest цикл, о котором я уже говорил. Используется вот таким вот образом. Очень просто. Как атрибут в первом примере, просто на дип повесили, либо как элемент на втором примере. Буквально пара слов. А, основные директивы AngularJS. Я их разбил на несколько категорий, как мне кажется, семантично. То есть это обработка событий всяческих дома в контексте digest цикла. Всякие ngSrc, ngCraft, это для того, чтобы браузер… Если вы просто src зададите и в нем какие-то фигурные скобочки с биндингом, тогда браузер может успеть сделать этот запрос невалидный до того, как Angular подставит туда что-то правильное в это место. Поэтому вместо src, если вы туда что-то биндите, нужно использовать ngSrc. также для генерации элементов существуют такие директивы, как ngIf, include, repeat и switch. Ну, наверное, repeat – одна из самых мощных директив, которая позволяет репитить определенный участок вашего HTML для каждого элемента массива, по сути дела. Таким образом, вот как вы видели в приложении моем, репитились справа список продуктов, либо, когда добавлялись продукты, репитилась директива для добавления продуктов. Их можно было там на репитить сколько угодно, вот, и добавить всех одним махом. Управление стилями элементов. Существуют ngClass, ngClass, height, show, style. Тоже можно в документации более подробно глянуть. И также в стандарте HTML есть несколько атрибутов, которые не предусматривают какое-то значение. То есть само наличие атрибута уже означает, что элемент имеет какой-то статус, какое-то состояние. А вот для обработки этих атрибутов существует вот 4 директива. ngChair, ngDisable, ReadOnly и Selected. Далее, буквально коротко о фильтрах. Вы уже видели, когда я рассматривал односторонние биндинги, как эти фильтры применяются. На самом деле их дефинить тоже очень просто. Этот фильтр – это просто функция. С произвольным числом параметров. Эти параметры с UI через двоеточие можно задать фильтру. Как приведено на примере. В составе Angular, да, пожалуй, я, наверное, все фильтры привел. Буквально несколько currency для отображения валют. Date – форматирование даты. Фильтр и order by для биндингов коллекция, для ngRepeater, которые позволяют фильтровать коллекции и сортировать, собственно. JSON, то есть преобразовать в JSON любой объект. Limit to тоже к массивам либо к строкам. То есть обрезать, показать первых там сколько-то элементов, либо последних сколько-то. Lowercase, Aftercase и Number. Ну, ничего сложного в том, чтобы написать какие-то свои кастомные фильтры для ваших конкретных уже потребностей. Вот. Но на самом деле использование фильтров на UI также влияет на производительность, поскольку при каждом дайджест-цикле будут тоже высчитываться значения с учетом ваших фильтров. Вот. Поэтому иногда для таких более-менее объемных объектов или коллекции лучше инжектировать фильтры в контроллеры, один раз обработать коллекцию и биндить уже обработанную. И при каждом дайджест-цикле не будут эти фильтры рассчитываться. Вот. Но если вы будете использовать на UI, будут дергаться каждый дайджест-цикл. И буквально, наверное, это уже последний слайд. Последний слайд с функционалом каким-то… Да нет, там все нормально. Две минуты. Хорошо. Мы же не добрались до самого главного. Еще до роутинга. Как же сделать из одной странички… А давайте тогда потом ссылались, и тебя будут заваливать вопросы. Хорошо. Тогда роутинг пока пропустим. Тут мы наше презентацию… Да. Да. Демок лучше смотреть, наверное, не будем. Искольный год, я так понимаю. Хотя там тоже пару интересных вещей хотел показать. Рекомендуемые материалы. На самом деле я учился Angular так, можно сказать, на коленках. Что-то друзья рассказывали, какие-то статьи, какие-то документации. То есть никаких обстоятельных книг не читал. Вот. Но недавно один знакомый захотел изучить Angular и попросил меня по ревью бить буквально несколько книг, чтобы я посмотрел и выбрал, какая мне покажется более приятной для изучения Angular. Вот. И мне показалась очень неплохой. Вот эта книга AngularJS Up and Running. Пока я ее смотрел, я ее решил даже прочитать. По сути дела… Да. Очень оказалась интересная и классная. То есть она очень хорошо рассматривает базовый функционал AngularJS, а также юнит тестирования очень детально расписано, что в самом деле классно. Далее у Angular есть свой канал на YouTube, масса всяких конференций, презентаций и тому прочего. Естественно, документацию. Ну, честно говоря, гайды у них так себе. Далеко не все описывают и далеко не все нюансы. Вот. Но описание API, их сервисов, объектов очень даже приличное. Вот. И, конечно же, очень рекомендую использовать в своей работе AngularUI. Это open-source проект, который состоит из массы маленьких подпроектиков, скажем так. Очень порадовали UI Bootstrap. Это реализация Bootstrap-овских компонентов уже в виде директив Angular, которые подключаешь и используешь. Не нужен никакой Bootstrap.js там и так далее. То есть они уже все активно работают. UI роутер, который значительно более мощный, чем стандартный Angular-овский. Он уже построен на состояниях больше, а не на урлах. Вот. UI Grid. Очень функциональный Grid с виртуализацией по строкам, по колонкам, там, со всяческими сортировками, купировками, там, со всяким функционалом. Очень классный. Ну, и интеграция с Google картами. Тоже очень интересная директива. Ну, наверное, исходный код уже смотреть нам не дадут. Не дадут. Да, поэтому на этом у меня все. Давайте пообщаемся с вами. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 КОНЕЦ Спасибо.